мы приехали в город дзяньзякоу о том как мы ехали на скоростном поезде смотрите видео на канале дэнов с тиви 360 этом все подробно показал все рассказал а благодаря ему что видео сферическая вы еще можете смотреть во все стороны и увидеть больше чем я во время съемки ну а мы сейчас направляемся на площадку где будут что вручать медали нам не нам справа и слева от ж.д. вокзала гостиницы а вот это конкретно вот эта площадь эта площадка для вручения медалей но там где много отелей много народу конечно же предлагают еду бутики здесь есть все выходите на ж.д. вокзале заселяетесь в гостишку идете шопитесь едите нужно устроить пресс-конференцию пожалуйста здесь куча пресс-конференц-залов все это останется опять же после олимпийских игр это будет использоваться они уже запланировали как это будет использоваться как они будут с этого получать доход но вот это вот на самом деле такая зона интересная это не то отель и при каждом из них находится магазинчик ресторан все это как они говорят разнообразно любой вкус цвет и конечно же кошелек вообще насчет кошелька я думаю здесь все будет очень очень недешево здесь холодно правда все жалуются что просто замерзнуть можно не понимаю а мы себе поэтому нам не холодно берез то берез сколько высадили это поля тоже высаживают они хотят максимально приблизить к российской природе это место и сосны сосны это все видите искусственное насаждение временный выставочный павильон созданы специально для рекламы этого места сюда приводят сми блогеров показывают как все здесь круто рассказывают об этом но это именно временное строение сказали снесут макеты возможно куда-нибудь переместят а может решат что мы еще сделаем если понадобится мы уже были здесь показывали что творится здесь и теперь приехали вот сюда мы с вами прибыли вот на этот вот вокзал он кстати ночью классно подсвечивается прошли на какую-то площадь наверное вот сюда ну а вот эти все здания которые еще не запущены будут вот так вот выглядеть вечером подсветка красивая да это вам не бодолин голубая извилистая линия это стена точнее то что от нее осталось видите даже на макете это руины в этом районе несколько участков стены принадлежащий семи династиям то есть строили кто как мог когда мог как попало короче ну и почти все это разрушено уже на открытии тура нам подарили подарки вот такие вот игрушки и зрители спрашивают что это вообще это китайский красный фонарик а конкретно это символ паралимпийских игр ну а панда в скафандре или точнее в силиконовом чехле это символ основной символ олимпийских игр какой милый глазик как настоящий мая для тебя такую красоту снимаю дочка в восторге от таких вещей следующий пункт назначения олимпийская деревня вот похоже уже приехали всего в деревне 31 здание конечно же все экологически чистое солнечные панели где-то там за горой ветрогенераторы на крышах стоят водонагреватели я подумал что это сейфовая дверь давайте посмотрим на небольшую комнату в которой будут жить олимпийские чемпионы я не боюсь говорить именно чемпионы потому что спортсмены спортсмены они все чемпионы я преклоняюсь перед людьми которые могут поставить всю свою жизнь на вот вот на служение собственной стране для того чтобы для нее зарабатывать медали понятно что некоторые для себя это делают но многие китайцы например это делают из патриотизма для себя и для своей страны вот такая вот небольшая комнатка в которой будут жить олимпийцы в принципе все что нужно есть единственными не смущать в китайских гостиницах всегда такие маленькие санузлы чуть-чуть бы побольше я заглянул самый маленький номер есть покрупнее есть прям совсем шикарные ну наверное в зависимости от от статуса спортсмена выдает вот еще один но тут что-то еще даже не обставили туалет уже побольше ну-ка а душ ну лишь такой же маленький к сожалению к сожалению такая же небольшая но как говорят очень крутая кровать прям белье так разрекламировали что снимает усталость впитывает под окно от самого пола до потолка и можно вот так вот стоять и наблюдать что же происходит в олимпийской деревне березы сосны и даже лиственницы посадили а для того чтобы они лучше приживались их подкармливают прям капельницей капельницу деревьям ставят все чтобы они лучше росли а вот дуб вот это я тоже о а вот голубые ели а вот там вот они пили зимний центр не достроили еще но у них еще есть время ура начало 1 и мы заселяемся в гостиницу потом пойдем есть ничего себе народу я имею ввиду но и отель тоже так ничего шикарно шикарно и у нас но у каждого свой номер чем можно отвезти да потом вернуться и зарегистрироваться на обед после регистрации хорошо так офигеть слушайте что не день то новые сюрпризы слава пока да там сказали ключи внутри где-то лежит пока 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 все я пошел делать обзор на номер но собственно говоря ключ воткнут почему покрывается чтобы никто не захотел случайно давайте посмотрим я уже я уже в восторге две раковины для чего две раковины потому что номер на двоих но я тут буду жить один да вот такой вот я крутой сегодня на пару дней унитаз душевая знаете стиль похож как будто это какая-то сауна такая не самая простая почти элитная сейф три воды их на троих стиль это за счетом вторая карточка запасная то есть одна там воткнута другая вот чайник вода а я че в маске у кондиционер я люблю такие кондиционеры единственная проблема пульта пульта к ним нет тапочки журнальчики зеркальце привет если вдруг забыли как я выгляжу хотя совсем недавно показал кровать я люблю гостиницы я люблю гостиничные номера особенно хорошие к сожалению очень редко можем себе хорошие позволить но иногда бывает usb разъемы есть всего лишь один ампер это плохая usb зарядка мои устройства мои гаджеты будут заряжаться неделю на них у меня батареи мощные такое вот есть диванчик со сдвигающийся пуфиком телефон выключатели картина на стене мне кто-то что-то тут пишет а ждем вас в лобби в назначенное время и мне интересно какой же вид из окна на стоянку автобусов и на гору и вот где-то вот там вдалеке я так понимаю олимпийская деревня была которую мы с вами уже видели и у нас есть два часа на отдых пока нас там зарегистрируют есть регистр на мы отдали паспорта там будут на без нас без нас регистрировать прикольно такого я еще не видел тапочки есть во всех отелях ну вот маленькие детские тапочки я по моему вижу впервые ну и конечно же в таком отеле плечики не изгнутой проволоки жизнь налаживается в том числе благодаря вам благодаря зрителям я смог попасть в это место а благодаря тому что я попал я для вас снимаю контент не забывайте ставить лайки и писать комментарии если вам все на чем больше активность тем больше мне хочется с вами делиться положительными эмоциями информации тем больше соответственно я снимаю быстрее монтирую но вы уже думаю поняли шведский стол как я люблю шведский стол слова ты сколько себе уже тарелок набрал серьезно копчу ё-моё какая красота а там еще принесли это тушеная говядина с картофелем очень вкусно думаю мы совсем недавно нечто подобное ели и просто не успевали подходить мясо в общем мы уже радуют посмотрим что там у нас супы салаты лапша и тут же можно посмотреть как готовят рис наггетсы какие-то еще одна зона еды слава уже везде побывал это а это что при таком освещении я даже понять не могу то ли грибы то ли лук а вот короче это зелень для травоядных и еще есть фруктики а нет 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 а еще есть напитки и есть сладости хлеб тоже лежит в сладостях все мы пробежались по ресторану интерьер вы посмотрели сегодняшнее меню увидели ассортимент еды теперь пожалуй я пойду вот еще какие салаты есть пожалуй пойду себе наберу и поем приятного вам аппетита если вы смотрите и идите одновременно вот пока я ходил вам ресторан показывал тут очередь образовалась на пробуем за слушай как так получилось мы брали из одного и того же места но тебя вот так выглядит у меня вот так я попытался взять все что мне понравилось и все на тарелку не помещается придется еще раз эти вкусно курица уже мудрец только вообще такой выбор обалденный приятного всем аппетита еще раз мясо мясо я набрал мясо да это самый вкусный стол который у нас был за последнее время вообще за все шествия на данный момент да вкусно перец с тонко нарезанным мясом обалдеть а это тушеное мясо картофель еще вкуснее слава держит стакан чтобы чокнуться подожди я хочу вот это еще попробовать мясо мы здесь всего лишь одни сутки я бы остался навечно давай за новым приключением за все увидено и что еще представить увидеть и показать тарелка номер два салатная картофель огурцы морковка второй салат это я так понимаю просто листья салата с кусочками белого хлеба возможно поджаренного еще не пробовал это капуста салат руккола еще что-то точно не могу определить и это картофель с сосисками и колбасными огрызками и третья тарелка десертная к сожалению вот это вот пирожное взять не получилось я его гонял гонял по тарелке вот что смог подцепить можно сидеть вкусно есть очень вкусно готовят и любоваться вот такими вот видами елочку уже поставили правильно новый год скоро а может прошлогоднего не убрали классный ресторан обалденный отель вообще великолепное место превосходные виды а еще тут полиция питается интересно они по полной программе платят или для полицейских скидка в итоге из двух свободных часов удалось полежать 20 минут остальное время на регистрацию на еду короче на всякую туфту а сейчас мы направляемся в горы где будет плюс 4 градуса поэтому сказали надеть шубы я утеплился мы приехали в пресс-центр вот это огромное здание это все пресс-центр сюда съедутся сми со всего мира и будут вести отсюда трансляции также они здесь будут проживать и здесь же будет самый лучший в китае интернет нет в китае интернет хорош внутренний интернет но если говорить о внешнем то не очень но так как сми все-таки иностранные то здесь обеспечат все по высшему разряду мы видео блогеры и для нас мы приехали сюда раньше чем сми для нас сейчас проводят экскурсию рассказывают где что почем здесь же столовая представители сми очень любят покушать кругом ходят люди и постоянно указывают вам туда вам туда вам туда возможно это специальные люди которые следят за тем чтобы мы не зашли куда-нибудь куда не положено а может быть просто добрые самаритяне подсказывают чтобы мы не заблудились вы видели здесь несколько этажей это гостиница комнаты митинг румы для проведения пресс-конференции все 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 это еще не финальная версия ведь у нас из комнаты в водят и говорят посмотрите вот здесь вот будет то вот здесь вот будет это пока это выглядит вот так вот оборудование уже подготовлено но ни столов ни стульев пока нет них есть много времени чтобы это все закончить расставить помыть почистить ху еле догнал как быстро бегают блогеры никаким сми за блогерами не угнаться здесь поставят столики и разлюстят примерно 300-300 репортеров у каждого свое собственное рабочее место ничего себе родненькая москва тут есть ну как минимум символ олимпиады токио 64 мельбурн 56 олимпийские игры в амстердаме в 1928 году но не прям гоняют старбакс киевси прям китай и мировые бренды хоть снимает сейчас мы поднимемся на канатной дороге на самый верх настоящий горнолыжный курорт который здесь был еще до начала олимпийских игр на фоне вот этого вот огромного пресс-центра хочу закончить этот видеоролик а дальше мы с вами посмотрим горнолыжные трассы очень понравился отель презентации этого места немножко прохладно свежо зато легко дышится